всем привет с вами снова сергей лайф и сегодня я произведу обзор мониторов маки мр8 мк3 не забывайте о том что вы можете приобрести эти мониторы также и в нашем магазине то есть на проекте вики sound здесь сейчас сказано цена как понимаете она актуальна на момент снятия видео для того чтобы узнать текущую актуальную цену естественно нужно перейти по ссылке которые есть в описании к этому видео также не забывайте о том что у вас есть возможность получить вместе с данными мониторами да и вообще с любым другим оборудованием видеокурсы в подарок как от меня так и от моих коллег которые тоже делают видеокурсы сейчас вы информацию видите на экране поэтому буду рад видеть вас на сайте приобретайте мониторы и получайте в подарок видеокурсы что касается упаковки мониторов данные мониторы поставляется в герметично упакованный пакет что является большим плюсом потому что это защищает их от попадания в лане но имейте ввиду twitter и у них при упаковке не защищены поэтому их нужно доставать очень аккуратно сам монитор оснащен 8-дюймовым низкочастотным динамиком выполненным и из полипропилена и 1-дюймовым шелковым купольным твиттером в комплект поставки идет сетевой кабель и руководство кабель для подключения мониторов к звуковой карте приобретается отдельно и также в комплекте идут наклеечки такие типа ножек для того чтобы сам монитор не царапал ту поверхность на которой он установлен но в общем то вот и все что касается комплекта поставки из самих мониторов я в принципе своих обзорах не собираюсь делать упоры на какие технологии там применяется в мониторах какие особенности в моих обзорах главная составляющая будет это то как звучат эти мониторы а какая разница какие там применение технологии если к примеру но монитор не выполняет свои функции совершенно неважно и что касается записи вот то что передо мной нет монитора я на самом деле вот это уже снимал вот есть видеоролик где я сижу в общем рассказываю все про мониторы но как видите не очень получилось комната у меня очень маленькая разместиться здесь практически негде и тут в общем получилось много такого мыла поэтому я решил что конечно такое нельзя выпускать и лучше это переделаю в таком виде так что извиняйте но пока у меня нет возможность именно записывать в живую в любом случае напишите что вы об этом думаете насколько критично что вот будет именно вот такой формат что я просто буду показывать картинки или все же стоило вот показать вот это видео хотя не такой качественные ну в общем интересно ваше мнение я выбор уже как видите сделал это нужно теперь делать что касается входов на задней панели этих мониторов и параметров так вот вот это обычный xlr и трс для тех кто не очень силен xlr это самый обычный вот такой-то штекер который есть у микрофонов вот он а трс это так называемый большой джек ну и последний вход это rc но это в простонародье тюльпаны всем известный на телевизорах я думаю много раз уже видели что касается эквализации этих мониторов сзади есть два тумблера для низких и для высоких частот тут немного разработчики подошли нестандартно они даже не стали делать убавлением высоких частот что весьма странно потому что такое бывает когда вы близко к стене сядете или близко к монитор и к стене поставить это не за может получиться из отражения очень много почему они решили не делать минус низким частотам странно только плюс и причем плюс 4 децибела что довольно таки много такая вот особенность ну а с высокими частотами все довольно стандартно как в минус так плюс их можно изменять и последняя ручка это просто настройка громкости касательно цена которые я буду давать дальнейшее в этом видео я не буду объяснять каждый раз откуда они берутся я записал специально отдельное видео в котором как раз таки разъясняю критерии оценок поэтому для того чтобы лучше понимать откуда они взялись нужно обязательно посмотреть это видео давайте пойдем от низких частот к высоким и первый диапазон это у нас от 0 до 100 герц как мониторы ведут себя в этом диапазоне динамику в данном диапазоне эти мониторы отрабатывают не на самом высоком уровне часть транзиентов съедается и не размазывается если дать среднего оценку я оценил данный диапазон частот на 5 баллов из 10 далее следующий диапазон у нас от 100 до 250 герц здесь примерно та же самая картина транзиенты низкой перкуссии и бочки но отрабатываются не на самом высоком уровне и примерно оценка также 5 баллов следующий диапазон частот от 250 герц до 500 герц здесь картина с транзиентами уже обстоит лучше но в звукопередаче в районе 300-500 герц есть странная особенность вот в этой области частот некоторые инструменты звучат немного большим телом то есть они как будто длиннее чем есть это не прям такой явный эффект но все-таки присутствует и поэтому здесь оценка 5 с половиной баллов из 10 следующий диапазон частот от 500 герц до 2 килогерц здесь я признаюсь данный монитор и меня очень удивили транзиенты довольно отчетливые не смазанные за деньги которые они стоят прямо не меня очень сильно удивили здесь честно не ожидал оценка семь с половиной баллов следующий диапазон частот от 2 до 5 килогерц здесь динамикой тоже все хорошо но вот короткие такие пробивные щелчковые транзиенты все-таки немного не отыгрывается и долго здесь мучился какой цен поставить но пришел к выводу что 6,7 балла как раз именно то что нужно поставить на самом деле опять очень такая высокая оценка для мониторов данной ценовой категории ну и последний диапазон частот это от 5 до 20 килогерц как раз в этом диапазоне находится именно та динамика микро микро динамика где важно вот этот пончево щелчок который дает и к сожалению здесь мониторы ну как к сожалению за свои деньги они справились лучше чем большинство справится но хотелось конечно лучшего результата как всегда за свои деньги но оценка 5 половина баллов это хорошая оценка за деньги которые стоят эти мониторы итоговая оценка за динамику 5,9 что явно выше моих ожиданий и тут прям уважение разработчикам что в такой бюджет они смогли уместить такие оценки далее следующий оцениваемый аспект это стерео изображение этих мониторов насколько правдивы они передают стерео ширину и узкий моносигнал здесь у нас будет всего два диапазона это средние частоты и высокий но потому что по низу в общем то мы не стереокартины не слышим потому что это низкие частоты ну а дальше соответственно остается средний высокий вот здесь я сделал такой скрин где у меня установлены как будто два монитора и здесь на средних частотах данные мониторы чем-то особо не выделились у них есть определенные проблемы по воспроизведению стерео картинки на средних частотах ну что стоит сказать вот в реальности звук на средних частотах у нас должен быть очень узкий вот такой практически моно но данные мониторы не воспроизведут его так как он есть представление этого звука примерно следующим получится у кого это вызывает определенные ассоциации просьба оставить их при себе так вот примерно вот такой результат вы услышите на этих мониторах вот то что есть то что вы услышите но и тут конечно же неизбежные ошибки давайте пойдем далее и следующий диапазон частот это высокие частоты здесь я почитал немного что по разработчики именно старались уделить высоким частотам особое внимание и знаете да по моему это явно удалось потому что высокие частоты в этих мониторах явно удивляют и вот такое у нас стереоизображение присутствует в реальности данные мониторы передают конечно не максимально точно но удивительно очень близко то есть да будет небольшая погрешность но вы вполне сможете на этих мониторах очень хорошо настраивать стерео баланс стерео ширину именно по высоким частотам здесь меня эти мониторы опять же признаюсь очень удивили что касается оценки высоких частот то это семь баллов и на самом деле здесь при работе на этих мониторах получается такой странный эффект вот мы работаем с полной диапазоновым звуком и получается реальная его картина вот вы создаете такой по центру немножечко с шириной чтобы прям точкой моно такой не был но данные мониторы начинают его рисовать следующим образом то есть высокий да они будут очень близко к оригиналу таким образом а вот низ уже будет такой расплывчатый и непонятный опять же свои ассоциации можете оставить себе поэтому если вы будете работать на этих мониторах с такими полноспектровыми звуками где есть частоты как снизу так и сверху то вот стоит опираться больше на высокочастотной составляющей чтобы больше представлять что реально творится со звуком далее следующий момент это реверберация передача глубины микса опять же пойдем снизу вверх и это средние частоты при отдалении звука ревербератором примерно вот в точку то есть не очень далеко за мониторы к сожалению данный звук не отдаляется он все же так выезжает вперед и тонко настроить ревербератор у вас не получится то есть вы даете ревербератор слышите как добавляется хвост но вы не слышите в какую позицию ушел звук то есть на средних частотах здесь есть также вот эти проблемы поэтому это стоит иметь ввиду ну а слышно работа ревербератора когда вы конечно уже звук прямо попытаетесь совсем совсем далеко куда-то отдалить он до отойдет но не в эту точку он также будет очень размазанный звук такой и вы не будете слышать реальное местоположение звука где он есть это будет всегда ближе чем сделал это на самом деле ревербератор итоговая оценка для средних частот это 4 балла из 10 следующее это высокие частоты здесь дела обстоят кардинально наоборот за свою стоимость удивительно что эти мониторы так точно работать с высокими частотами здесь мы получаем довольно точное отдаление то есть если я примеру отдалю звук примерно в эту позицию то и услышу я его примерно в этой позиции то есть точность довольно высокая ну и соответственно если я отдалю звук совсем далеко то здесь на самом деле уже вот эти вот небольшие неточности здесь он как бы или чуть подальше уже такой роли на самом деле не играет и опять же с пространством здесь можно работать довольно хорошо здесь надо понимать что очень многие звуки имеют как средние частоты так и высокие и при отдалении опять же по плану звуков стоит ориентироваться на высокие частоты то есть если звук был сухой на первом плане вы применили ревербератор и слышите ага высокие частоты его отдалились примерно в то положение и стоит иметь ввиду что средний может быть и вы не слышите прям куда они отдалились но имейте ввиду отдалились они примерно в ту же точку оценка за высокие частоты семь с половиной баллов ну и такие общие впечатления от тембре данных мониторов у них довольно много низа и конечно было странно что у них нет возможности эквалайзером сзади уменьшить количество низа есть только возможность сделать низа больше для большинства задач этим монитором сабвуфер не нужен но если хочется прям много низа или хочется контролировать совсем низкий предел там где-то 40 герц и частоты ниже то конечно же сабвуфер понадобится средние частоты довольно ровные каких-либо провалов не заметил в области 7 килогерц вот если сравнивать с атомами с их ленточным твиттером ну тут наверное уже дело привычки но вот мне после атомов не хватает такой некоторые телесности звука он такой более тонкий хрупкий тут в любом случае выбирать мониторы стоит именно слушая их потому что я читал что кому-то и слышал что не нравится звук аду я не понимаю почему конечно не это очень странно мне и у тех нравится звук и тех в общем не знаю поэтому в любом случае обязательно иметь ввиду что нужно принимать решение послушав в живую такие вот разные технологии как ленточные твиттеры или купольные или у фокал они вообще вогнутые все это конечно звучит по-разному но не кардинально что касается высоких частот здесь у этих мониторов такой прям сыпящий вот много много нет верха они они ровные по высоким частотам я микрофоном замерил но тембур именно вот самого верха он очень сыпит вот на самом деле адам и многие называют такими верхастыми сыпящими так эти вот еще больше сыпят что меня но удивило это не сказать что это плохо хорошо но вот блин стоит иметь в виду и эта особенность на самом деле дает довольно такую отчетливую работу на высоких частотах выше 13 килогерц я пытаюсь чего-то настроить в этой области прям небольшие движения эквалайзера все хорошо слышно попадание очень точно ну что же давайте подведем итоги целом мониторы очень интересные я считаю что стоить они могли заметно дороже то есть то что они выдают поверх это конечно меня удивило сильно есть некоторые проблемы такие по средним частотам но если бы их не было эти мониторы были бы уже другого класса и истории бы они уже других денег совершенно я однозначно рекомендую присмотреться к этим монитором как к одному из вариантов покупки при выборе соотношение цена-качество получилось очень очень хорошим итоговая оценка для мониторов в этой ценовой категории очень хорошие обзоры на другие мониторы вы можете найти по ссылке в описании к этому видео имейте ввиду кто смотрит только когда это видео вышло это первый обзор поэтому пока наверное еще ничего нет так что обязательно следите за новыми обзорами подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые обзоры не забывайте о том что покупая данные мониторы в нашем магазине вы получаете дополнительные бонусы в виде различных видеокурсов подробности опять же есть в описании как всегда надеюсь это видео было вам полезным всем спасибо за внимание